Дорогие друзья, мы здесь, чтобы сказать вам очень важную вещь. Я, к сожалению, не знаю украинского языка, но говорю по-русски. И я хочу тебе сказать, что ты здесь не случайно. Я хочу тебе сказать, что Бог любит тебя, но как будет выглядеть твоя вечность, ты решаешь. Об этом решаешь ты, пока ты здесь, на этой земле. Ты решаешь, какая будет твоя вечность. Потому что Бог сделал уже все. Он стал человеком. Он пошел на крест. Его распяли. Он умер за все твои грехи и воскрес и победил смерть. И сейчас, в этом воскресенье, Его воскресенье, твой шанс на вечность с Ним. Если ты решишь, что хочешь принадлежать Ему и смиришься перед Богом. И попросишь Его, чтобы Он стал твоим Господом и Спасителем. Ты пойдешь после смерти на небеса. Но если ты этого не примешь, ты пойдешь в ад. Потому что существует такое, как небеса. И существует такое, как ад. Это не сказка. Это реальность. Но Бог любит тебя. И из-за того, Он сейчас говорит тебе через Меня. Что можешь прийти к Нему. Что можешь принять Его, как своего Господа и Спасителя. Можешь пережить Его любовь. Можешь переживать Его силу. Это реально. Я знаю, что это сила. Потому что, когда я была ребенком, в моей семье, мой папа занимался каудовством экстрасенсом. Я это знаю. Я всегда это знала. Что есть сила. Что источником этой, так скажу, плохой силы, сатана. Я тогда этого не знала. Меня тянуло в силе. Я просто знала всегда, что есть что-то большее, чем эта жизнь. Чем это. Что я физически вижу. Я знала, что есть что-то естественное. Я не знала, как это назвать. Но я знала, что есть такое. Я видела, что мой папа делает. Но эта сила уничтожала меня. Я потом поняла, что это было от Сатаны. Но когда я пришла к Богу, я приняла Иисуса. Я поняла, что в Боге есть сила, которая намного больше. Есть сила, которая светлая. Я знала, что есть сила, которая дает жизнь. Которая изменяет, освобождает и исцеляет. Я это пережила. Бог просто спас меня. У меня была депрессия. У меня были мысли о самоубийстве. И Он просто освободил меня. Это произошло в один момент. Внезапно. Я знаю, что есть люди, которые приходят к Богу. И это процесс. Бог освобождает их. В процессе. У меня это произошло внезапно. Внезапно. Я просто пришла к Христу. И эти перемена. Просто Он снял меня. Он убрал это. Конечно, потом начался процесс, когда я изменялась. Я понимала больше и больше вещей из Его царства. Но Он меня спас. Я пережила Его силу. Просто Бог это сила. Бог это не скучный дядя. На каком-то престоле, неизвестно где. Это царь царей. Большой, чудесный Господь и Владыка. Это мой папа. Когда придешь к Богу. Когда ты смиришься. Иисуса. Когда ты покаешься. И примешь Иисуса как своего Господа и Спасителя. Бог станет твоим папой. Он папа. Это папа. Но Он папа для своих. Он папа для тех, которые Его принимают. Я Его приняла. Я приняла Иисуса. И Бог ответил. Это мой папа. Мой друг. Мой друг. И Он верный. Я это каждый день переживаю. Что Он верный. Что Он добрый. Что Он всегда со мною. Ты тоже можешь это иметь. Если только захочешь. Если не решишь, что хочешь принадлежать Ему. Бог. Я хочу Тебе еще сказать. Что Иисус возвращается на эту землю. Пока. Есть время благодати. Есть возможность, чтобы покаяться. Есть возможность, чтобы принять Его. Когда Он вернется. Будет слишком поздно. Потому что Он сюда вернется. Как цар царей. Как судья. Чтобы судить по человечеству. Тогда будет слишком поздно Поэтому, пожалуйста Пользуйся этим временем Который сейчас Приди к нему Приди к нему Он источник жизни Он единственный источник жизни Нет другого источника жизни Если ты живешь без него На самом деле не живешь Жизнь без него это не жизнь И вот это вегетация Приди к Иисусу